Всем привет, ребят! С вами Санула Джулия Исакова и сегодня мы расскажем про все пасхалки к 12 сезону Брау Пасса. Ну вы скажете, ты чё, ещё 11 сезон Брау Пасса не вышел? Ты уже разговариваешь про 12? Да потому что то, что... А я вам скажу, во-первых, так интереснее, а во-вторых, то, что будет в 11 сезоне Брау Пасса, уже все знают. Будет новый Брау Лер Ева. Даже я знаю доказательства. Будет новый Брау Лер Ева. Сезон будет называться Биодом. Или как бы их ещё называть? Биосфер, биосфера или биокупол. Вот так это будет называться. Ну а к 12 сезону я собрал уже кучу пасхалок, начиная с 6, заканчивая тем самым 11 сезоном Брау Пасса, до которого осталось всего-то 2 дня и 1 час. Итак, погнали. Первая пасхалка, которую я заметил ещё тогда, когда оставалось буквально 2 часа, 1 минута до того момента, как наступит 7 сезон Брау Пасса. То есть появится бас. Иными словами появится бас. И вот, что я вам хочу сказать. И вот, что я вам хотел бы сказать. Я увидел пасхалку, где Эмс и Калет бежали. Бежали вот в такой вот какой-то соревновательный, на какой-то соревновательной дорожке, где они, где они, короче говоря, бегали. И так вот, они бегали, бегали. И эта пасхалка, и эта пасхалка, казалось бы, намекала нам на Фэнга. И эта пасхалка, казалось бы, намекала нам на Фэнга. Но нет, ребят, не на Фэнга. Фэнг-то не быстро бегает. О, Фэнг-то, у него плюс не быстрая ходьба, а очень, а очень мощный удар. Ногой прямо по лицу, прямо по лицу врагам, как бы это странно не звучало. Удары ногой по лицу врагам, как бы это странно не звучало. Ну и, а эта пасхалка нам... Ну, вы скажете, ну, эта пасхалка нам намекала на базу. Эта пасхалка... А я вам отвечу, тем, кто так думает, нет. Поставьте лайк, если вы реально так думали. Пасхалки на базу... Чё? Не допил таблетки. А, не допил. Пасхалки на базу тогда уже не могли быть. Просто никак не могли быть. Почему не могли быть? Я вам отвечу. Все же знали уже о базе. В смысле, не о военном базе. Не о военной базе. В смысле, не о военной базе. А... А... О бойце базе. Баз. Боец. Так вот, о нём уже... Так вот, о нём-то уже все знали. И поэтому пасхалок на нём не могло быть. А если Лола это была тоже небеговой бравлер? И даже Эш был небеговой бравлер. То пасхалка-то есть пасхалка. Они же всё-таки для чего-то это оставили. Ну, всё-таки, ребят, это же БС. Это же БС. Это же БС. Тут разработчики просто так ничего не выкладывают. Тут разработчики просто так ничего не выкладывают. Короче, ребят, я бы вам хотел сказать вот это. Я бы вам хотел сказать вот это. Я могу судить так. Короче, ребят, я могу судить так. Так, если учитывать то, что с начала седьмого сезона бравл паса... С начала седьмого сезона бравл паса, а БЭЛЬ это была небеговая... А БЭЛЬ это был... А это была пасхалка не на БЭЛЬ, потому что АБЭЛЬ тогда тоже все знали. Уже сезон БЭЛЬ-то заканчивался. И понимаете... И понимаете, фишка-то в том, что еще так и не вышел беговой бравлер. А это обозначает то, что возможно в каком-то, а уже возможно в 12 сезоне бравл паса выйдет бравлер, который умеет хорошо бегать. Так же было и с МАКС, когда они оставляли пасхалку на МАКС. Это было еще в 2019 году, когда добавляли МАКС. Они также оставили пасхалку на МАКС, где бегал... Где бегал БО против... Где бегал БО с каким-то неизвестным бравлером. И оказывается этим бравлером являлась МАКС. Являлась МАКС. Ну и получается, можно судить так, что в следующем году, или я надеюсь в этом году, в каком-нибудь обновлении у нас нам можно ожидать бойца, который будет очень хорошо бегать. Ну, во всяком случае, по этим пасхалкам я понял так. Пишите свои варианты на эту пасхалку в комментариях. Круто, да? Круто, да? Я сейчас их убил. Ну и следующая пасхалка, которая длилась уже в седьмом сезоне Брау Паса. Ну, разумеется, это было еще не тогда, когда... Это было в самом начале сезона, когда осталось там дней... Дней там, наверное, где-то дней шестьдесят... Сколько там? Где-то вот... Наверное, шестьдесят восемь там... Осталось дней где-то шестьдесят восемь там, шестьдесят семь. Тогда я еще не вел свой канал, ведь начал вести свой канал семь месяцев назад. Тогда, конечно, еще... Тогда, конечно, еще был седьмой сезон Брау Паса, но... Я могу сказать вот вам что. Это было семь месяцев назад. А у меня всего 108 подписчиков. Так что, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и хотя бы пересмотрите видео. Ведь я хочу набить себе один миллион просмотров. Ведь я хочу набить себе в основном на канале 1 миллион просмотров А сейчас на моем канале 36 с лишним тысяч просмотров Так что давайте каждый сейчас досмотрит это видео до конца Зайдет на мой канал и как минимум посмотрит половину моих видео А лучше все А лучше все Да, конечно я... Ну, вернем Эта пасхалка была в стихотворении, где нам объясняли какое-то непонятное стихотворение Похожее на стихотворение с Гейлом, когда добавляли Гейла Но я вам вот что скажу Но я вам вот что скажу Я вам вот что скажу Вернемся опять-таки Вернемся опять-таки к прошлой пасхалке Да-да, именно к той беговой пасхалке Эта пасхалка вам может напоминать Мортиса Эта пасхалка вам может напоминать Мортиса, потому что эта пасхалка может никак не напоминать Мортиса. Но зачем отправлять пасхалки на Мортиса, если Мортис уже добавлен в игру? Если Мортис уже добавлен в игру. Или может быть просто Мортиса бафнут, но как тогда на этой пасхалке показано, что Мортиса понерфит? Как я понял, что Мортиса понерфит? Я понял, что Мортиса понерфит. Фишка в том, что здесь Мортис просто не может идти. То есть на следующей пасхалке Мортис просто не может идти. А вот теперь-то с этой штукой непонятно, бафнут Мортиса или его понерфят. Я думаю, что Мортиса понерфят и опять вернут эту шквалу, как пассивка. Потому что, ну, все-таки, ну, 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 молви можно, ну, камон, ну, ну, блин, ну, это слишком мчительно. А если его апнут, то опять. А если его апнут, то есть бафнут. Апнут, то есть, иными словами, бафнут. То этот баф будет называться моментальная шквала. То есть, когда он появляется в катке, у него сразу заряжается шквала. А лучше вообще сделать бесконечную шквалу. То есть, когда ты тратишь атаку, шквала убирается только, если у Мортиса осталось меньше 20% хп. И это будет самый лучший баф. И это будет самый лучший баф для моего, для одного из моих любимых бравли. Следующее, следующее, что я хотел бы вам сказать, так это, следующее, что я вам бы хотел сказать, это новые причины бана. Я от разработчиков увидел вот такой вот видос, где чувак просто затимился с каким-то чуваком. И потом у него вылетело. Он зашел в Бравл Старс снова. И у него... И его забанили. И его забанили. То есть, теперь можно доказать, то есть, теперь можно понять, что теперь после тимминга игроков будут банить? Ну, вопрос, за что? Вы же просто подружились с бойцом, с врагом. Это не так уж то и плохо. Это не так уж то и плохо. К тому же, сейчас вы можете заметить то, что я крутился, и у меня все было нормально. И у меня, типа, все реально было нормально. А я не понимаю, а за что тогда его забанили, если у меня сейчас все нормально? К тому же, можно сказать, что тут было обновление с базом. То есть, тогда добавляет еще база. А даже сейчас, если крутится просто как лютый спиннер, то вас просто не забанят. Вам все будет нормально. Так что эта пасхалка может быть даже ложная. Но, ребят, ну, разработчики-то просто так ничего не выкладывают. Вот, ну, ребят, ну, камон, это же бассе. Здесь разработчики нас не обманывают, ну, и ничего. Ну, и плюс ко всему, они еще ничего просто так не выкладывают. Ребят, это же бассе. Короче, короче, хочу вам... Короче, хочу вам сказать, что... Если, если же нам бафнут какого-то... Если же нам по беговой вот этой дорожке... Ну, по беговой вот этой дорожке бафнут какого-нибудь... Какого-нибудь бойца... То это будет либо Брок... Хотя не Брока сейчас так бафнули. У него теперь исчезла эта пассивка. Но эта пассивка стала реальностью. То есть, смотрите, сейчас покажу. Вы видели, у меня Брок пятого левела. Еще, кстати, дальность ему увеличили. У меня Брок пятого левела. Ну, ребят, ну, это же не читы. Если б я играл с читами, меня, наверное, уже забанили. И на Ютубе... И на Ютубе, и, наверное, в БСе... В БСе или на Ютубе. Хотя нет, в БСе-то точно, а вот на Ютубе не уверен. Короче, на этом у нас заканчивается первая часть всех популярных пасхалок. Всех популярных пасхалок. Начинаем с седьмого сезона. Заканчиваем с шестого с... С седьмого сезона. И заканчивая... И заканчивая десятом сезоном Бравл Пасса. Всем удачи, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. И... И... Всем удачи. И Паке... И Паке-2.